Всем привет, я доктор Евгений. Неврит лицевого нерва. Как убрать последствия неврита лицевого нерва, либо предотвратить его, либо сделать профилактику. Сейчас я и мой астент Серега вам об этом подробно расскажем. Поехали! Так вот, неврит лицевого нерва в основном связан с механической дисфункцией либо поджатием самого лицевого нерва. Все лицевые нервы выходят с основания черепа. Вот здесь они все располагаются. И как раз таки, если по той или иной причине, по первичной травма черепная, либо по вторичной, имеется плоскостопие, дисфункция таза, вторичный сколиоз, изменяется позиция костей черепа. То есть череп, он разъезжается, то есть в ту или иную сторону, он берет просто и вот так вот сипится у вас на глазах. Надо лечить, Серега, я тебя выздоровлю, не переживай. Сейчас закончу ролик снимать. И самое главное, нужно разобраться, почему именно сдвигается череп. И если как результат у вас поехало лицо, то есть появилась явная неврологическая асимметрия, одна из сторон, если у вас сдвинулась, то можно это исправить. Что делать? Два пункта показываю основных. Первое, нам нужно разобраться с одной из жевательных мышц. Как раз таки это височная мышца. Височная кость располагается вот здесь. Это как раз таки место, где ухо крепится. А жевательная мышца височная располагается с одной из сторон. Здесь, с другой сторон, здесь. А с двух сторон вот так. Нам нужно ее функцию вернуть. Поэтому выбирайте сначала отстающую сторону. Если у вас уже есть неврит, то есть с этой стороны, если имеется профилактическая какая-то у вас задача, то выбирайте ту сторону, которая сейчас вас беспокоит. Либо планирует быть неврологической, либо у вас есть асимметрия с этой стороны. То есть определите сами. Что для этого нужно? Нам нужно определить сначала височную мышцу с одной из сторон. Я показываю на одной. Руку ложим на висок и сжимаете зубы. Просто постискиваете их. Постискивали зубы и определили, где у вас сама жевательная мышца. И теперь по всей ее ширине, длине, нужно пройтись пальцами и найти самые болезненные куски. То есть нашли здесь, нашли тут, нашли тут. Допустим, определили 2 или 3 болезненные точки. Теперь между пальцем и черепом эти точки болезненные нужно разбить. То есть таким образом мы мышцу активируем, убираем спазмированные части и даже спаечные моменты. Еще одна фишечка. То есть мы массируете до исчезновения боли. Если сильно больно, вы можете попробовать сжать зубы и понажимать и приоткрыть рот и понажимать и в том положении, где менее болезненно, в этой позиции вы и отрабатываете зону до тех пор, пока она не станет меньше. Таким образом основание черепа выравнивается, то есть подтягивается в височную кость и уже поджатость физическая по нерву становится меньше. Следующим заходом нужно избавиться от фасциальных затяжек, от фасциальных спайк, от фасциальных сдвигов. Что для этого нужно? На эту же проекцию берете просто ладонь и ставите сюда руку, проекцию этой мышцы. И просто подвигаете ее кожу, то есть этой зоны, прижав ладонь к голове. И по принципу север-юг-запад-восток сдвигаем кожу на черепе, то есть фасциальный шлем. Что делать? Прижались, сдвигаем вверх, определили подвижность. Сдвигаете вниз, определили подвижность. Сдвигаете вперед, опять же почувствовали как двигается, и сдвигаете назад. Почувствовали как двигается. И в ту сторону, в которой меньше всего кожа сдвигается, нужно сдвинуть ее и застыть. Допустим вверх у меня очень хорошо, вперед меньше, назад еще меньше, вниз совсем плохо. То есть я прижимаю рукой, сдвигаю кожу вниз, при этом я не должен скользить по коже, по волосам. Я должен четко почувствовать, как кожа сдвинулась, и натянуть ее. Стоим здесь, сколько? Либо 2 минуты, либо до ощущения, пока у вас фасция не поплывет сама, вы почувствуете, как она все больше и больше съезжает рука вниз, но не скользя, а именно с кожей. И третий пункт, до ощущения, пока пульсация не подявится под рукой. Как только пульсация появилась, либо кожа начала плыть, либо прошло 2 минуты, вы почувствуете, как она попросится немножко назад. На этом вы технику заканчиваете. После этого зубы надо поджимать, подвигать челюсть вправо-влево, мимику активировать, то есть поулыбаться, покричать, погрустить, любые движения в лице. И опять оценить свое состояние перед зеркалом. Таким образом, если работать в течение 2-3 недель, то можно уже достаточно стабильно себе помочь в исправлении асимметрии лица, как последствия лицевого нерва. Еще один из способов, достаточно эффективный, как изменить позицию черепа через шею, я показал вот тут. И проработав еще и эту технику, вы сможете достаточно хорошо оздоровить себе голову, гормоналку, неврологию и все-все-все, что связано в принципе с головой. Поэтому, если понравилось, лайк, пожалуйста, подписка, если все интересно было, пожалуйста, комментируйте и все будет с вами хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok